Приветствую вас. Давайте разберёмся с тем, что вы написали. Я ввязалась, пишите вы в больные отношения. Вот смотрите. Вы пишите, что ввязались в больные отношения. Значит, вы считаете себя недостойной отношений здоровых. Правильно? Ну, если вы ввязались в больные отношения. Если вы ввязались в больные отношения, значит вы не способны выстраивать здоровые. Если вы ввязались в больные отношения, значит вы стремитесь слиться с человеком. Процесс в гештальт психологии называется слиянием. Когда люди пытаются перенести ответственность за себя на другого человека и тем самым сделаны как бы частью него. Переносая ответственность за себя на другого, люди перешивают иллюзию близости. То есть им кажется, что они так будут близки. Но на самом деле они ни себя, ни другого не видят как самостоятельного партнёра и вследствие чего контакта между людьми не получается, не происходит. То есть, то, что вы ввязались в больные отношения, с одной стороны, говорит о занеченной самооценке, а значит о непринятии себя, о запрете себе чего-то, ну, того, что вам хочется. О том, что для вас есть, грубо говоря, только определённые способы, определённые способы удовлетворить свои потребности. То есть вот какие-то потребности у вас есть, какие-то потребности вы, ну, хотите реализовать, допустим. Какие-то потребности вы реализуете, ну, как-то. Но вы реализуете свои потребности только одним-единственным доступным вам способом. По факту. И вот этот момент, когда вы реализуете свои потребности только одним способом, причём способом, как правило, ну, стереотипическим, я бы так сказал, вы оказываетесь в полной несвободе от того, что хотели бы сделать. Вы оказываетесь в полной несвободе от того, что в выборе, или, можно сказать лучше, при выборе своего поведения. Опять же, почему? Потому что выбор способа удовлетворения ваших потребностей был сделан за вас. Ну, вот, как это представляется мне, по крайней мере. То есть, грубо говоря, родители, например, научили вас получать любовь, ну, вот именно любовь, да, то, что вы хотите, только таким вот способом. То есть, для них здоровые отношения, по факту, это вот, 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 больные отношения, больные, значит, там, какие-то негативные, зависимые и так далее. Это же вот именно то, что делаете вы. Согласны? Соответственно, цель в том, чтобы отойти от этой позиции, чтобы отойти от позиции несвободы, к позиции как раз-таки свободы при выборе своего поведения. Далее, значит, вы пишете, что... Так, значит, сейчас мы расстались. Из-за чего расстались? По чьей инициативе было расставание? Как вы расстались? Расстались ли вы, значит, ну... По своему желанию вы, вы расстались вы, именно вы? Или вас бросили? Это тот вопрос, который, в общем, задал мой... Коллега, я полагаю, что... Его здесь надо обязательно повторить этот вопрос. Потому что он важен. То есть, как вы расстались? Какие были обстоятельства расставания? Далее, меня жутко пугает то, как я к нему отношусь. Да? Это действительно так. Вас пугает то, как вы к нему относитесь. А знаете, почему вас пугает? Что, как вы к нему относитесь? А я скажу. Вас пугает то, как вы к нему относитесь потому, что то, чего вы хотите, для себя, сами, для вас, является недопустимым. То, чего вы желаете для себя, для самой себя, для вас является абсолютно недопустимым. Потому вас и пугает ваше отношение к этому человеку. Потому что ваше отношение к нему, это, по сути, по сути дел. Ваше отношение к нему, это ваши желания, это ваши потребности, которые вы, к сожалению, не можете реализовать. Запрещайте себе реализовывать, ну вот, то, чего вам хочется. И именно, по этой причине, вы боитесь. Ибо ведь, казалось бы, казалось бы, ну, всего бояться, вы к нему как-то относитесь, а вы его как-то воспринимаете, да? Ну, ну, и что? И что такого? Молодь пугает. Страх, это подавление, подавление, подавление. Почти всегда. Почти всегда. Почти всегда. Страх, это подавление. Того, чего мы хотим. Это, почти всегда, опасность. Некая, некая опасность, по поводу того, чего мы хотим для себя, сами. Понимаете? Какая история. Дальше. Я даже не скажу, что это любовь. Это не любовь, это потребность. Это потребность собственной значимости. Это потребность в том, чтобы вас, ну, может быть, может быть, приняли, как-то, как-то заботились о вас. Может быть, это потребность безопасности, чтобы вас защищали. То есть, это все вот, откуда-то, из этой вот, из этой вот, из этой серии откуда-то. Другое дело, что нужно разбираться, откуда. Потому что, ну, вот, вот так сказать вам, что это за потребность. Ну, довольно сложно. Нужно анализировать, опять же, ваше детство. Ваше детство, ваши отношения с родителями, как правильно сказал мой коллега. Вот. И ваше восприятие само из себя. Насколько вы себя чувствуете, насколько вы себя ощущаете, хорошо ли. Вот. И так далее. Это важно. Дальше. Я его идеализирую в своих глазах и понимаю это. А... Хорошо. Хорошо. То, что... вы его идеализируете, это... понятно. А стимул... вот стимул... к идеализации... его... какой? для вас. То есть, если... человек... идеализирует... то... для этого всегда есть стимул. У этого всегда есть стимул. Для идеализации. Я идеализирую его, потому что... я идеализирую его, чтобы... разберитесь с этим. Идеализация это... наполнение... желаниями... по сути дела. наполнение желаниями. Ну... в общем-то... какого-либо объекта. То есть, это наполнение желаниями... объекта, который для вас... дорог. Я полагаю... именно так... можно... ограктилизовать идеализацию. Так чем же... чем же дорог для вас этот объект? От чего... этот объект вас... спасает... защищает... защищает... и так далее. Вот именно... в ответе на... этот вопрос... кроется и кроется смысл... и причина... почему с вами так... все происходит. ну... он для меня... сейчас... единственное, лучшее, я не верю, что смогу испытать что-то подобное кому-то еще. Хорошо. Давайте подумаем. Давайте подумаем. а... зачем... вам... испытывать... что-то подобное... кому-то еще. Особенно если... ну вот... грубо говоря... грубо говоря... вам это вредит. вот... зачем... испытывать... подобное... кому-то еще. является ли... является ли... является ли... это чувство... чем-то хорошим... для вас. Или может быть все-таки... его стоит... как-то немножечко... отдалить... говорит, нет, я не хочу испытывать ничего подобного... кому-либо. Далее. А если вы не уверены, что... сможете испытать что-то подобное кому-то еще... то есть вы хотите испытать... что-то подобное... что-то подобное... то для чего вам... и... испытывать... что-то подобное... что-то подобное... зачем... опять же... чтобы что... испытать что-то подобное... чтобы что... причем я понимаю, что это... тоже не может быть правдой... что именно... что вы... не сможете испытать... кому-либо еще... что-то подобное... это правда, вы будете испытывать кому-либо что-то подобное... потому что ваши потребности, они... останутся... даже если вы этого человека забудете, вы все равно... будете хотеть того, чего вы хотите сейчас... что-то... мы видим, что на работе... он постоянно взлетует с другими, смеется, он счастлив... а меня это так сильно ранит... что... иногда становится даже не по себе... ну, понимаете, вот... ранит... ранит в чем? ранит как? в чем... в чем конкретно... ранит... понимаете ли вы, что это ваша незащищенность... понимаете ли вы, что это... эм... ваша уязвимость... ранения... хочется подойти и наорать, или даже ударить... ну так подойдите, наорите и ударьте... все проблемы... подойдите, наорите, сделайте это... это адекватно... адекватное поведение... а вот то, что вы хотите заставить его вас любить и обратить на себя внимание... внимание хоть как-то... это очень дерзкая позиция... потому что, видимо... эм... именно этого вам не хватает... любви и значимости... но чтобы... была значимость... нужно сперва... эм... обладать... безопасностью... эм... чтобы обладать... безопасностью... нужно... эту самую... безопасность... создать... для себя... для себя... эту самую безопасность... нужно создать... а безопасность это... безопасность это личные границы... И вот именно по строению личных границ я и предлагаю вам посвятить свое первоначальное внимание. Именно личным границам, т.е. где моя ответственность и, соответственно, вред мне, да, где ответственность другого человека и, соответственно, где человек действует сам, ну, сам по себе и так далее. Как я реагирую на вред себе и почему, как другой человек реагирует на вред и почему. Т.е. личные границы – это отделение себя от других людей. По сути, в самом что ни на есть, в буквальном смысле этого слова. Вот личных границ у вас нет, потому что вы стремитесь к слиянию. Так, я ощущаю себя просто ужасно. Да, я понимаю, только вот эти чувства, их нужно проследить. Т.е. вам нужно уделить внутреннее внимание своим своим чувствам. Что это за чувства? К чему они восходят? Откуда тянутся? И т.д. Ну, далее вы пишите, что эти эмоции съедают меня внутри. Жизнь моя довольно интересна, на меня совершенно ничего не может отвлечь надолго. А... Т.е. вы, по сути, опять же, находитесь в позиции жертвы. Я боюсь, что это сломает что-то в моей психике и отношение к себе. Нет, Ксения не сломает, потому что уже, уже есть некоторые вещи, ну, довольно негативные у вас. Уже есть эти вещи, поэтому не сломает. Я постоянно возвращаюсь к мысли, что человек, от которого я хотел детей и семью, предпочел быть один, нежели со мной. Ну, смотрите. Человек, от которого я хотел семью и детей. Допустим. Допустим, так. А, извините, почему вы хотели от человека семью и детей? Вам, эээ, семья и дети-то вообще-то говоря, зачем нужны? Вот цель у... эээ... получения семьи и детей какая? Вы же понимаете, что... Если вы... эээ... хотите семью и детей, то потребность в семье и детях, она, наверное, ээээ... скорее ваша? А, значит, вам это... эээ... для чего-то нужно? И... вот, собственно, и вопрос. Так, а для чего же вам семья и дети? Зачем вам семья и дети? Какую функцию семья и дети, эээ... должны вам, ну, грубо говоря, эээ... выполнять для вас? Какую функцию? Какой эффект должен быть эээ... от семьи и детей, собственно говоря, по вашему... эээ... по вашему мнению? Понимаете, вы путаете любовь в данном случае и свою потребность в семье и детях. А это разные вещи. Понимаете? Потребность в семье и детях это одно, а любовь, то есть принятие человека, это совсем другое. Это совсем другое. И любовь, она подразумевает то, что вы можете, в общем-то, и не быть эээ... женаты, в общем-то, у вас может и не быть детей по факту. Понимаете? Всего этого у вас может не быть эээ... мужчины. Но вы всё равно хотите, как хотите этого. А это значит, что, скорее всего, скорее всего, даже если, даже если вы были бы с мужчиной, даже если вы бы с ним были, то, скорее всего, вы бы всё равно переживали по поводу того, эээ... что... Ну, допустим, по поводу того, что у вас нет... у вас нет того, чего вы хотите, то есть нет эээ... семьи и детей, грубо говоря. Понимаете? Понимаете, какая история возникает здесь? Вот, и попробуйте подумать. Так семья и дети это мне по итогу для чего? Дальше... эээ... так... Человек прекращил быть один. Пишите вы. Ну, я полагаю, что эээ... данный аспект эээ... связан с тем, что эээ... вы восприняли на свой счёт ээээ... тот факт, что мужчина предпочил быть один. То есть, именно на свой счёт вы восприняли это. Ээээ... вы думаете, что... это вы виноваты и вы ответственны за то, что мужчина эээээ... ну, как-то вот ээээ... значит эээээ... ну... как-то преподчёл быть без вас, да, вы думаете, что это ваша проблема. Не допускаете при этом того момента, что это могло быть не из-за вас, а исключительно из-за мужчины. То есть мужчина сам вполне имел право, мог выбрать остаться один. Но вы эту позицию не принимаете, потому что вы воспринимаете её на свой счёт. Позицию. Вот. И потому, потому вам и так плохо. Если бы вы не восприняли эту позицию на свой счёт, если бы вы восприняли эту позицию просто как свободный выбор человека, я полагаю, что никаких проблем бы не было. Вот. Это к вопросу о, значит, значит, о проекциях. То есть отказ человека от того, значит, чтобы быть с вами, вы воспринимаете исключительно как что-то негативное для себя. Вот. И именно этот аспект заставляет вас испытывать боль. Это по сути дела и есть. Тут точно называется слиянием. Вот. Это точно называется больными отношениями, нездоровыми. Так. Значит, нет сил ни на что. Настроение. Я не знаю, сколько я так выдержу. То есть вы не знаете, грубо говоря, сколько вы держите в состоянии. Ну, я полагаю, контроля своих чувств, подавления своих потребностей. Я полагаю, об этом идёт речь. Мне так думается. Вот. В этом плане я с вами согласен. Действительно, вы держите вы недолго. Либо заболеете, либо ваше состояние ухудшится. Вот. Но мне даже не хочется ходить на свидания. Думаю, даже не заставлять листья себя и с удовольствием другими. Это не поможет. Это не выход. Тем, на кого всё равно. Это не выход. Но это же, знаете, поступать не по-человечески. Так же, как мой бывший, у меня к нему и любовь, и ненависть. Я бы не сказал, что это любовь. Я бы сказал, что это созависимость. Ну, а ненависть, понятно почему. Потому что мужчина не даёт вам того, чего вы хотите. Это состояние дико для меня. Мне кажется, что мне нужно прямо по пунктам, чтобы кто-то сказал, что делать. По пунктам. По пунктам для начала создаём ваш психологический портрет. Так называемую схему вашего восприятия себя. Когнитивную схему восприятия себя. И смотрим на представления о себе, некие такие глобальные представления о самой себе, которые у вас есть. И подвергаем их сомнения, критике. И меняем, ищем корни. И после этого, в эпизодах, где именно корни представления образуются, в эпизодах меняем, собственно, сам эмоциональный рефлекс. То есть в определённой ключевой ситуации чувствуем себя по-другому. И таким образом расширяем, значит, свой кругозор. И расширяем спектр осознавания самой себя. Вот. Естественно, я полагаю, что с работы вам стоит уволиться, потому что зависимость так сразу не пройдёт, а мужчина будет вас травмировать. Так, значит, хотя боюсь, что придётся только ждать. Ну, непонятно, чего придётся ждать. Ожидание не решит вашу проблему. Но мысль о том, что у него появится другая, и что он будет счастлив, повергает меня, будет. Как бы известно это ни звучало, я уверен, что ни один человек не желает счастья истинно второму тому, кто отбил все его мечты. Ну вот, я полагаю, что это одна из ваших точек зрения, что представляет из себя представление о мире и о себе в этом мире. Вы говорите, что ни один человек не желает счастья истинно второму тому, кто разбил все его мечты. Простите, а кто несёт ответственность за свои мечты? Человек или тот, у кого эти мечты есть? Как может кто-то другой разбить мечты другого, если мечтает только один? Задумайтесь об этом. Не может человек разбить мечты, потому что мечты здоровые, мечты не связаны с людьми. А если мечта связана с человеком, то она подвергается человеческому фактору, который, как известно, является самым нестабильным. А это значит, что человек либо безответственен, либо у него не выстроены личные границы, либо он в действительности не хочет реализации этих мечтаний своих, либо он стремится к тому, чтобы страдать. Вот и всё. И с каждым из этих пунктов нужно работать, определить ваш этот пункт или не ваш. Мысль о том, что у него появится другая, если он будет счастлив, повергает меня в ужас. Потому что это означает для вас потерю надежды. Сейчас вы ещё надеетесь, что мужчина к вам вернётся, а тогда надежды не будет. И поэтому вас повергает это в ужас. Но опять же, ужас это позиция жертвы. А это значит, что позиция жертвы означает полную безответственность за самого себя. Поэтому здесь нужно, помимо вот того, что я сказал, да, здесь желательно, чтобы вы увидели, что именно повергает вас в ужас. Ну, конкретно. И что вы, именно вы, можете сделать для того, чтобы из этого состояния выйти. То есть, что вы можете сделать для реализации своих мечтаний самостоятельно. В принципе, я вам эти направления дал. Да, кстати, по поводу значимости, да, мы с вами поговорили про безопасность, а про значимость я ничего не сказал. А значимость, это вот то, что вы хотите, ну, вот вы писали, да, что хотите обратить внимание мужчины на себя. Это значимость. Так вот, если вы отстроите свои личные границы и будете делать для людей только то, что вы хотите, и не будете делать ничего через силу, не превращаясь в преследователя, то, соответственно, вы по отношению к другим будете проявлять только то, что не вредит вам. А значит, другие люди будут вести себя с вами так же, чтобы не вредить себе и не вредить вам. Таким образом, получится, что вы будете относиться к людям так, как они будут относиться к вам. То есть, будет равноправие в этом. И вы получите ту самую значимость, которая у вас появится в себе. Что же касается любви, то бишь, принятия, да, то в первую очередь здесь нужно принять вам саму себя. Потому что, только приняв самого себя, можно принять другого человека. Поэтому, если вы примете в себя свои желания, если вы примете в себя свои потребности, если вы не будете их стыдиться, то вы сможете принять желания других людей. Вам будет гораздо проще это сделать, потому что в этом плане все люди одинаковые. Вот так, можно вам ответить на ваш вопрос, на ваш текст. Вопросов вы никакого не задаете, чего хотите, но я полагаю, что на данный момент сейчас нужно сделать именно так. Вот, рассмотрите возможность увольнения от работы, от перехода на другую работу. И начинаете работать с психологом. По формированию хотя бы того, чего же вы хотите. Вот вы говорите, мне нужно, чтобы кто-то по пунктам сказал, что делать. Что делать, чтобы что? Что делать, для чего? Что вы так хотите? Опять таки. Понимаете? Вот. Ну и, в заключение, мне бы хотелось сказать, что, вот мой коллега написал о возможности сохранить отношения, да, с мужчиной. Я не отрицаю этой возможности, но, понимаете, какая история. Сохранить отношения с мужчиной вы можете, но для мужчины вы сами имеете образ скорее зависимый. А независимый вы мужчине не нужны. Поэтому, как правило, когда человек становится сильнее сам по себе, независимый и самостоятельный, тот человек, который был с ним до этого, не принимает его такими отношениями, становится невозможным. Вот. Это просто я вам такое вот замечание даю по поводу того, что написал мой коллега. На этом все. Если остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.